98% наркоманов – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый пятый житель России имеет зависимость от зелья. Эти страшные цифры статистики были озвучены на специальном заседании правительства Пензенской области. В губернии на учете наркологов состоят около полутора тысяч человек. Основная масса больных наркомании проживает в городах Пенза, Заречный и Кузнец. Основным резервуаром больных наркомании и основной прирост лиц с диагнозом наркомания в абсолютных цифрах дали города Пенза и Заречный. Первичная заболеваемость наркомании у нас в 2010 году составила 47 человек, в 2009 году 24 человека. Количество лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами, в 2009 год 7 человек, в 2010 год 4 человек. Динамика достаточно большая. Констингент, который дает прирост, это молодые люди 20-30 лет, 98,8% неработающие, социально дезадаптированные, ведущие социальные образы жизни, имеющие в анамнезе алкоголизм родителей или другие виды социального неполучия. То есть из 60 с лишним тысяч зареченцев за прошедший год к наркотикам пристрастились лишь два десятка. Цифра хоть и не пугающая, но за каждой человеческой судьба. И муниципалитет нацеливает городскую систему профилактики на предупреждение и выявление каждого случая наркомании. У нас полноценно начал работать Центр психоневрологии и наркологии в составе федерального государственного учреждения на санчастье номер 59. У нас благодаря этому центру практически 100% доли выявляли. Мы действительно скрываем. И это послужило одним из факторов. То есть раньше мы не видели всей сложности, тяжести ситуации. С начиная 2010 года мы, с моей точки зрения, видим практически полную картину. Особый упор за речным делают на профилактику наркомании в подростковой среде. В 2010 году была значительно активизирована работа правоохранительных органов в местах массового отдыха и досуга молодежи. Увеличилось количество рейдов. Работу с детьми из группы риска проводят нарколог, социальные психологи, специалисты межведомственной системы профилактики. Но охватить все группы населения удается не всегда. Так, например, у органов местного самоуправления нет полномочий вести работу по профилактике употребления наркотических средств среди лиц старше 18 лет. Определенные трудности в борьбе с наркотиками связаны с отсутствием в заречном отделе Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Три года назад данный отдел был ликвидирован. И, с моей точки зрения, это несет достаточно большой ущерб той ситуации, которая завершена территорией города. Я встречался с Денисовым и Александровичем, и у нас достигнута устная договоренность о том, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос, и отдел будет восстановлен в городе. Отсутствие законодательной базы не позволяет полномасштабно бороться с дезаморфиновой наркоманией. Фактор, который характерен не только для Заречного, но и в целом для Российской Федерации, это распространение лекарственно-аптичной наркомании. У нас это 99% случаев. Проблемы дезаморфиновой наркомании замечены на федеральном уровне. С 1 мая 2011 года безрецептурная продажа КДИ на содержащих лекарственных средств будет запрещена. В Заречном это ограничение уже действует. Оно было введено по инициативе мэра Вячеслава Гладкова. Председатель правительства Пензенской области Ольга Атюкова поддержала инициативу руководства Заречного. Она отметила также, что в профилактике наркомании очень важна информационная составляющая. Ведь зачастую подростки садятся на иглу, не зная о том, какой вред наносят своему организму. Больше надо об этом говорить. К чему это приводит? Потому что вот фильмы, они говорят о том, что принимайте и расслабитесь, получите удовольствие, а нужна обратная реклама. У вас в этом плане хорошо работает телевидение, свое местное. Я хочу больше уделять этому внимание. Ольга Атюкова отметила, что у Заречного есть все шансы, если и не победить беду, то эффективно противостоять наркотизации. Мероприятия, запланированные городом на 2011 год, нашли поддержку руководству губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова